Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изобретать велосипед. Итак, мы выяснили, что годом рождения велосипеда можно считать 1817-й, а прародителем современного велосипеда – ученого и изобретателя Карла Дрезе. Но изобретение Дрезе еще не было велосипедом в современном смысле, хотя именно его и именовали этим французским термином, происходившим от двух латинских слов – «велакс» – «быстрый» и «пес» – «нога». Однако быстрая нога Дрезе была прежде всего двухколесным самокатом, передвигаемым толчками ног. У этого устройства еще не было педалей, которые появились лишь в 60-х годах 19-го века. Педальные самоходы уже не именовались велосипедами, то есть самокатами, но получили название бициклов, трициклов и даже квадроциклов по числу колес. Однако в России слово «велосипед» и даже «самокат» как-то прижилось. По привычке так стали называть и педальные конструкции. Эта традиция сохранилась в русском языке до сих пор. А в европейских языках слово «велосипед» уже давно вытеснили всякие байсиклы и бисеклетты с их различными производными, типа нашего велика. Но вернемся ненадолго в 1817 год. Эта дата в истории может считаться началом пути к современному велосипеду. Ведь именно тогда, благодаря Дрезу, два колеса самоката выстроились на одной линии. Правда, сами самокатчики еще мало отдавали себе отчет в преимуществах данной конструкции. Конечно, они пытались поддерживать равновесие, особенно при спуске с горы. Но это было лишь частностью. Главное – это ноги. На этом, то есть на основном действии ног, настаивал и сам Дрез. Он вовсе не считал свою схему передвижения временной и переходной к механическому приводу. Наоборот, он верил, что естественное движение ходьбы или бега является самым лучшим, если не вообще единственным способом привести самокат в действие. Он даже осудил первые попытки разработать педальные трехколесники, утверждая отчетности механического привода. И Дрез был не одинок в своем скепсисе. Дело здесь не только в различных концепциях изобретений. По сути, спор шел вокруг самого человека и его возможностей. Многие представители научно-технической мысли того времени теоретически отвергали возможность создания механического устройства движимого силой человека. В 1832 году лондонский журнал Mechanics Magazine писал «Человек – локомотив природы. Его не улучшить, добавив рычаги или колеса, придуманные смертными». Еще раньше флорентийский журнал «Онтология» высказывал следующее суждение. «Люди, увлеченные подобными иллюзиями, одержимы странной идеей, что могут создать силу из ничего с помощью чисто механических комбинаций». Таким образом, дискуссия вокруг создания механического велосипеда приобрела поистине философский характер. Вопрос был поставлен примерно так. Действительно ли механическое вмешательство может улучшить использование мускульной силы человека? Или природа, как утверждал один из авторов Mechanics Magazine, установила планку, которую не перепрыгнуть никакому мастерству? Сейчас дальнейшая эволюция самоката к механическому устройству с педалями представляется совершенно естественной и очевидной. Однако на заре истории современного велосипеда дело обстояло не так просто. Как мы уже видели, самокаты Дреззы, или как их еще называли Дрезины, первоначально имели большой успех. Конструкцию Дрезин, насколько возможно, доводили до ума и усовершенствовали. В 1818 году лондонский производитель экипажей Деннис Джонсон предложил улучшенную модель Дрезины. Он назвал ее Хобби Хорс, ну, что-то типа игрушечная лошадка. Эти самокаты также называли Денди Хорс из-за пристрастия к ним английских Денди. Лошадка Джонсона также состояла из двух колес на деревянной перекладине. Кстати, на ней уже были установлены металлические крепления для колес. Сами колеса были побольше. В сравнении с машиной Дрезза, лошадка Джонсона была более легкой и элегантной. Однако вскоре мода на самокаты пошла на убыль. Причины тому самые разные. Все-таки отталкивание ногами от земли было не самым увлекательным и эффективным способом передвижения. Несмотря на всю апологетику барона фон Дрезза, этот метод был явно тупиковым. Затем дороги того времени, особенно проселочные, это же явные враги самокатчиков. Их состояние вряд ли способствовало развитию самокатного движения. А городские улицы и прежде всего пешеходные дорожки становились порой недоступными для этих первых велосипедистов. Мирные обыватели того времени видели в наездниках на механических лошадках реальную угрозу своей жизни. Так что враждебность со стороны как пеших, так и конных современников стала немаловажным фактором, гасившим спортивный азарт самокатчиков. 50 следующих лет после появления самоката Дрезза в истории велосипеда были, как ни странно, попыткой отойти от двухколесной схемы. Различные изобретатели и механики стремились создать улучшенную конструкцию самоката с тремя или четырьмя колесами. Уже к 40-м годам 19 века трехколесники оснастили довольно удобными педалями. Но педали никак не приживались на двухколесной Дрезине. Два замечательных принципа настоящего велосипедного движения, двухколесное равновесие и педальный привод, долго не могли удачно совпасть в одной конструкции. Наконец это свершилось, и в 1867 году по улицам Парижа покатился велосипед в полном смысле слова. Это был педальный самокат парижского кузнеца Пьера Мишо. Но на что же он был похож? В принципе, все это напоминало английскую лошадку Джонсона. Изогнутая часть рамы уже была металлической, а не деревянной. Колеса почти соприкасались друг с другом. Диаметр переднего около 90 сантиметров, заднего чуть меньше. На передней части рамы были прикреплены небольшие подставки для ног. Это было удобно во время спуска с горы, к тому же безопасно. Ноги лучше было держать подальше от бешено вращавшихся педалей. Сесть на такую машину можно было только с разбега. Конечно, предварительно ухватившись обеими руками за руль. Тормозить можно было, вращая педали назад. Хотя на некоторых моделях был установлен тормоз в виде вращающейся ручки у руля. Ручка вращалась, натягивая шнур. А шнур прижимал железную пластину к ободу заднего колеса. Педальные самокаты «Мишо» мгновенно стали популярными. Дело приобрело коммерческий размах. И для этих целей была создана специальная фирма «Мишо» и компания. Самокатный бум 1819 года повторился, теперь уже в педальном варианте. Газеты наперебой расхваливали новое изобретение. Среди неоспоримых аргументов пользу новой машины назывались огромная экономия времени и денег, изрядная тренировка мышц и легких, а также воспитание независимого характера. Было еще одно соображение в пользу велосипеда. И оно сыграло колоссальную роль в ходе дальнейшей велосипедной революции. Дамам станет дозволительно надевать шаровары или любой другой подходящий костюм. Как мы увидим, в историю велосипеда решительно войдет женский фактор. Велосипед станет средством так называемого освобождения женщины. А дамские моды для велосипедисток опрокинут вековые гендерные традиции. Но все это впереди. А пока на творение кузнеца Мишо надо было научиться залезать, а затем крутить педали, не теряя равновесия. Дело было не из простых. Тем более, что многие новички не только испытывали страх перед падением, но что еще более существенно, не хотели выглядеть посмешищем на первых порах. Фирма Мишо и компания пыталась бороться с этими страхами, предложив серию бесплатных уроков. «Вы можете научиться вполне прилично кататься всего за 5-6 занятий», уверяли ее представители. Главным препятствием к освоению нового велосипеда была его цена – 250 франков. Сумма по тем временам немалая. Самокат и Мишо превратились в утеху золотой молодежи и мечту служащих, констатировала одна из парижских газет. Но дело пошло, и вращение педалей уже было не остановить. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok